Я 1-8-6 предупрежден, у вас 21-12 синего цвета. Нет, это не кадры из боевика или детективной истории. Это момент погони и задержания сотрудниками госавтоинспекции водителя в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка, заметив странно двигающийся автомобиль, последовали за ним. Задержание горе водителя происходило в ночь с воскресенья на понедельник на улице Дзержинского. При беседе инспектор заметил признаки опьяненного состояния, спутанную речь, покраснение кожных покровов, странное поведение, запах алкоголя изо рта. То, что отстраняетесь, расписываться будете в протоколе? Отчего отстраняется? От управления транспортным средством. Я не управлял транспортным средством, которого мне завоевают сейчас. Не было такого. Расписываться будете в протоколе об отстранении? Я не буду ничего расписываться. Водитель признался, что выпил и даже согласился пройти тест. Но, несмотря на то, что стражи порядка взяли его, можно сказать, с поличным, стал отпираться и уверять, что за руль не садился. Алкотестер показал 0,677 промилле. Как оказалось, молодой человек 22 лет не имел прав. И это задержание в состоянии опьянения повторное. Теперь ему грозит уголовная ответственность и штраф в размере от 200 до 300 тысяч рублей с лишением права управлять транспортным средством на срок до трех лет. А это уже кадры другой погони. 23 августа в 5 утра стражам порядка пришлось потратить немало времени, чтобы догнать нарушителя. Водитель притормозил лишь после того, как машину стало заносить. После задержания и помещения в патрульную машину молодой человек 1999 года рождения принялся горько плакать. Этот парень вообще никогда не получал права на управление транспортным средством. Свою вину он признал. Однако это не служит оправданием, ведь алкотестер показал 0,7 мг на литр. Теперь ему придется оплатить 30-тысячный штраф и нельзя будет садиться за руль еще полтора-два года. А этот внедорожник был помещен на штрафстоянку по вине своего нерадивого водителя. Он пересел на пассажирское кресло и доверил управление транспортным средством другу, который, как показал алкотестер, был в состоянии алкогольного опьянения. При этом молодой человек буквально в мае этого года уже был задержан сотрудниками госавтоинспекции в состоянии опьянения. Тогда ему назначили наказание в виде ареста на 10 суток. Теперь друзьям грозят немалые штрафы и ограничения. Одному от 200 до 300 тысяч с ограничением права управлять авто сроком до трех лет. А владельцу машины, который сидел рядом, придется заплатить 30 тысяч и ходить пешком еще минимум полтора года. Статистика по республике Башкортостан, как и по городу Нефтекамску, свидетельствует о том, что несмотря на крупные штрафы, водители все же надеются на авось и нарушают правила поведения на дороге. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий, с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения на территории города Нефтекамск с 21 августа по 4 сентября 2020 года на территории города проходит профилактическое мероприятие «Пьяный водитель». За текущий период сотрудниками госавтоинспекции выявлено 309 нарушений водителей в состоянии алкогольного опьянения. Также из них 39 попались повторно. Просим всех участников дорожного движения быть очень внимательными на дорогах. Прежде чем сесть за руль автомобиля в нетрезвом состоянии, подумайте, а готовы ли вы рискнуть своим здоровьем или жизнью? Готовы ли вы взять на себя ответственность за чужие жизни? Удовольствие от адреналина в крови от того, что делаешь что-то запретное, может быть мимолетным. Однако потом, возможно, всю оставшуюся жизнь придется за это расплачиваться. Берегите себя, соблюдайте ПДД и не садитесь за руль пьяными.